Детские игрушки, подгрузки, доступ, даже видно детские игрушки всякие, детское питание. Машина из столицы приехала буквально пару минут назад. Вскоре за ней прибудет вторая. Руку помощи ежедневно протягивает каждый, в чем сердце отзывается, сострадание к эвакуированным в Ульяновскую область жителям Донецкой и Луганской народных республик. Только за первые сутки удалось собрать необходимый минимум. Теплые вещи, продукты питания, ванночки для купания грудничков, детские смеси. В течение буквально двух дней бросила клич «Помогите, кто чем может». А поскольку народ у нас очень отзывчивый, то очень быстро собрали целую машину и привезли сюда. В основном это личные добровольные пожертвования людей, неорганизаций, моих коллег по университету, по спортивной отрасли. На данный момент дефицита нет. Телефоны в пунктах гуманитарной помощи разрываются от звонков вплоть до поздней ночи. С особым трепетом относятся к самым маленьким приезжим. Буквально на следующей неделе они должны пойти в детские сады и школы. Ежедневно в пункты мы отправляем потребности, которые на данный момент являются самыми острыми. Сейчас это школьная форма, потому что с понедельника дети пойдут уже учиться. И естественно нам необходимо их одеть подобающе, чтобы у них была спортивная форма ходить на физкультуру, чтобы у них были ранцы, канцелярские товары, чтобы наши дети продолжали получать образование. Сортировать вещи по категориям помогают волонтеры. Это значительно сокращает время ожидания. К примеру, когда нужен зимний пуховик или ботинки определенного размера. Уже известно, в какой из коробок они лежат. Нет дефицита в продуктах питания. Предприниматели, пекари привозят фрукты, овощи, горячую выпечку и хлеб. Привлекла уже к этой общей проблеме мужа вместе со своей организацией, у них в своей пекарне. Сегодня мы привезли хлеб, он разный, и лепешки, и бакон. То есть все, что есть в пекарне, разные виды. Поэтому для разных возрастов, наверное, тоже деткам. Пункты приема благотворительной помощи работают на улицах Ленина, 146, Гагарина, 1, а также Краснопролетарской, 9, с 8 утра до 10 вечера. Узнать подробную информацию можно по телефону на экране. Александра Никитина, Артем Куранов, Управда ТВ.